Добрый день! Мы сегодня опять поговорим о сознании. Надеюсь, поговорим, а не покричим и не будем спорить, потому что я буду частично излагать не свою точку зрения, а точку зрения Чалмерса и высказываться по этой точке зрения, критиковать его логику, критиковать его подход. Иными словами, не спешите кричать на вас, вы сами еще покритикуете то, о чем рассказываете. Да-да-да. И особенно хочу, чтобы сейчас мы договоримся о терминологии, чтобы больше не спорить о терминологии, а вот именно о тех понятиях, которые стоят за этой терминологией. Исходная позиция – это выступление Дэвида Чалмерса на ежегодной конференции TED под названием «Как объяснить сознание». Ну, знаете, что это конференция? Это глобально американский такой проект «Technology and Design». То есть технологии, развлечения и дизайн. Ежегодно собираются наиболее известные люди в этих областях и делают доклады. Это почетно, это обычно так, бездно, сидит в здоровенный зал, ведет видеозапись. И на многих-многих языках потом все эти выступления можно найти в интернете, на сайте самой компании TED. Выступление Чалмерса называлось «Как объяснить сознание». Он долго рассказывал, что это очень сложно объяснить, что мы не знаем, что это такое. Но в конечном итоге сделал два кардинальных заявления. Он выдвигает две идеи, что сознание фундаментально, как законы природы, и сознание универсально. Я зачитаю сейчас цитату, точную цитату, один короткий абзац. Вторая безумная идея – сознание универсальное. Любая система в какой-то степени обладает сознанием. Такое видение иногда называют пан-психизмом. Пан – значит «все», психо – разум. Все системы обладают сознанием. Не только люди, собаки, мыши, мухи, но даже микробы, элементарные частицы. Даже у фотона есть сознание в какой-то степени. Идея не в том, что у фотона есть интеллект или мышление. Возможно, у фотона есть некий элемент примитивного, субъективного ощущения. Некий примитивный предшественник сознания. Конец цитаты. На что я хочу здесь обратить внимание. Мне изначально резонул, я читал текст на русском докладе, вот эта связка, что пан-психизм, пан – это «все», а психо – это «разум». Я стал слушать. Он сказал, значит «психо» – «mind». «Mind» он сказал. В принципе, английское слово «mind» очень широко трактуется. От психики до разума и интеллекта. Я подумал, что, наверное, ошибся переводчик. Ну, почему-то вдруг. Но, если судить по этой цитате и по другим высказываниям Чалмерса, то он действительно говорил о разуме. Если бы он не говорил о разуме, тогда бы он не употреблялся в этой же цитате и интеллект и мышление. Не задавался вопросом, а есть ли у фотона интеллект и мышление? Значит, он сознательно пошел на использование слова «mind» в смысле «разум», а не «психика». И дальше по тексту он тоже часто употреблял именно «mind» как «разум». Вот. Значит, это один терминологический вопрос по поводу «mind», и второй, что он подразумевает от термином сознания. Здесь не особо ясно, хотя есть маленький намек. Возможно, у фотонов есть некий элемент примитивного, субъективного ощущения. Субъектив фильм, он сказал. Субъективное ощущение. То есть он понимает не как некую психику, не как единое там такое вот еще человеческое, а именно субъективное ощущение. И здесь же в докладе еще раньше, я зачитаю короткую цитату, которая говорит, что же понимает подсознание Чалмерса. Ну, традиционная его цитата совершенно. Он ставит свой коронный сложный вопрос, трудный вопрос о сознании, и звучит оно так. Почему все физические процессы в мозге должны, в принципе, сопровождаться сознанием? Почему там всегда прокручивается это внутреннее субъективное кино? Сознание в данном докладе он понимает как субъективное кино, как перцептивную данность, как картинку, которая нам дана. То есть вот что мы наблюдаем, и в принципе, вся философия Чалмерса на этом и основана. Он всегда и в первых книгах, и в первой статье, и в книгах пишет о сознании, как о картинке данности, о перцептивной картинке. И обсуждает, зачем она нам дана. Все эти парадоксы с зомби именно связаны с тем, что обсуждается, дано ли зомби вот эта картинка, это сознание, или не дано. Значит, вот мы зафиксировали, что Чалмерс использует в этом докладе сознание, термин сознания для обозначения перцептивной картинки, этого фильма, который прокручивается перед нами. Но почему-то, когда вот это сознание пытается отнести к электрону, к молекуле, к клетке и к фотону, он начинает говорить про мышление и про разум. Почему, каким образом он соединил мышление, разум, психику, которую он должен поменять, там психизм. Он говорит, пампсихизм. Если мы не имеем в виду передачу психики, а только вот этой картинки, то это не психика, да? То есть получается, что он в короткой фразе в одну корзину свалил и психику, и мышление, и сознание. Вот я хочу сейчас поставить вопрос. Действительно мы можем их различать или нет? Ну, возьмем психику, понятие психики. Значит, если мы возьмем энциклопедические статьи, словарные статьи, в принципе, у всех одно и то же. Это чувства, эмоции, память. И только различие идет по одному вопросу. Некоторые утверждают, что присущи психики только человеку, другие живым существам. Ну, в принципе, у кого есть кошки, собаки, да и наблюдает в природе, вот сейчас огромное количество роликов, мы с уверенностью можем сказать, что психика есть у животных. То есть как мы ее можем отличить? Если мы возьмем чисто физиологический уровень, физиологическую реакцию, реактивную реакцию живого существа на окружающую среду, мы и психическую реакцию, мы их отличим. То есть отличим, когда есть боль, когда есть наслаждение, когда есть страх у животных. И отличим от чисто физиологической реакции. То есть психику от физиологии мы отличаем точно. И у человека, и у животного. Дальше встает вопрос о мышлении. Можем ли мы отличить психику от мышления? Ну, в принципе, мы так человека и отличаем. Человек отличается от животных в наличии мышления. Что он подразумевает в этом мышлении? То есть у человека есть психика. Человек эмоционально, чувствительно реагирует на какие-то воздействия среды. Но у него есть еще отдельный механизм, когда он может осознать эти, выделить эти свои реакции и оперировать им ими, независимо от среды. И формировать свое будущее поведение. То есть чего нет у животных и то, что есть у человека. И вот это осознание своей реакции и пассивное оперирование некими вот этими мыслями, мы их называем, понятиями, мы называем мышлением. То есть в принципе мы можем выделить психику, то есть физиологию, выделить психику, выделить мышление. У нас осталось сознание. И мы не можем просунуть его нигде, вот в этот ряд. В этот ряд. То есть вот если мы нарисуем... Да когда сначала передачу, мы уже определили. То есть если мы физиологию, психику, а, мы их в голову лучше рисуем, да, и, скажем, мышление пускай будет, да. Чуть-чуть можно наклонить тоску вот снизу. Ага, вот так вот. Да. Не отблезь кого. Психику, физиологию, вот три уровня. То есть если бы никуда, в принципе, сознание не впихнет. Но при этом... В картинку никуда не впихнет. Да, в картинку. Не сознание как бы, а картинку. Ну, сознание, перцептивную картинку. Да, но при этом, что мы говорим, что наши физические реакции нам даны в нашей перцептивной картинке. Наши движения, наши психические реакции, наши чувства, эмоции, память даны нам в перцептивной картинке. Даны в сознании. Нет. Очевидно, если мы называем сознанием перцептивную картинку, я понимаю шире, не именно визуальную. Вот в этом вся и тонкость. Можно вот здесь как бы небольшую вставочку, вот такую немножко полемическую. Мне очень понравилось ваше вот это развлечение, да, Александр, на, собственно, данность, некую картинку. Потом мы к этой данности каким-то образом относимся, и мы можем как бы по поводу нее что-то переживать и чувствовать. То есть мы можем бояться, и мы можем... Конечно, конечно. И вот основной вопрос, как бы такой феноменологический, да, состоит в том, можем ли мы вот это вот переживание по поводу картинки свести к картинке? Нет, не свести к картинке. Это переживание... Вот рассматривайте его как часть картинки. Как часть картинки. Вот это вопрос, на который, я считаю, не так легко ответить. Хорошо, давайте этот вопрос мы оставим за скобками. Потом продолжить хочу, да. Вот, то есть вот мне кажется, мое мнение, что нельзя. И в этом как бы... И существует отличие... Наличие психики и отсутствие психики, что существует вот именно это отношение к картинке. Не просто дана она, она дана как бы и роботу, а есть отношение. Вот. И третий момент, да, вот это мышление. Вы правильно заметили. Это возможность отнестись уже не просто к картинке, но к своему отношению к этой картинке. То есть ты можешь отнестись к своему отношению. Ты можешь как бы отнестись к тому, что ты переживаешь, допустим, по поводу этой картинки страха и тем самым как бы ты от этого отношения уже отстраняешься. Антон, давайте все-таки не прерваться. Дело в том, что это отдельная проблема, не входящая вот в это рассуждение, не имеющая отношение к этому маленькому абзацу и к этой проблеме. Это действительно проблема. Но что я хочу... Нет, это просто способ... Нет, что я хочу подтвердить, что когда Чалмерс говорит в этом муве, это в фильме, который прокручивается перед нами, да, то в нем есть и наши мысли. Наши мысли не вне сознания, а в сознании, вот в этом сознании. Наши эмоции, наши эмоции не вне сознания, они по поводу того, что наши мысли и наши эмоции, по поводу того, что объектов даны в сознании, но они же сами нам даны. Но они по-другому даны. Неважно. Они по-другому даны. Все дано по-другому. Мысль и стол даны нам по-другому. Мысль, эмоция и стол даны нам по-другому. Но они нам даны в сознании. Потому что на завтра, вспоминая вот эту нашу здесь посиделку, я вспомню и свою мысль, и стол, и эмоцию, которая у меня возникла. Это значит, что они даны нам в сознании. А то, что по-другому, это мы не обсуждаем. Главное говорить, что у нас и физиологические реакции, и психические реакции, и мысли. Все дано в этом муве, в этой пленке, которая прокручивается постоянно перед нами. И в данном случае, когда Чарльз стал говорить о панпсихизме, он почему-то стал говорить только о психике. А нужно было говорить о, скажем, пансознании. И если правильно задавать вопрос, то есть об электроне, или там о молекуле, о клетке, нужно спрашивать, а так же этой клетке дано ей, вот как нам дано наше функционирование, нам дано наше функционирование, и физиологическое, и психическое, и ментальное. Но не полностью дано, хоть что-то, результаты какие-то даны. И проблема абсолютности сознания должна, с Чарльзом, была спромулирована так. Так же клетке дано ее функционирование, и ее внешний мир, как и нам дано наше функционирование физическое, психологическое, и ментальное. У нее нету психического клетки, у электрона нет физиологического, и быть не может, скажем, обсуждать, есть ли у электрона мышление, это так же бессмысленно, как обсуждать, есть ли в электроне химические реакции. Вот есть химические реакции. То есть химические реакции, это некое специфическое функционирование химических элементов, системы химических элементов. Точно так же, что такое физиология? Это некое специфическое взаимодействие клеток, и оно не может быть ниже уровня. Так как мышление, это некое взаимодействие понятия, оно не может быть ни на уровне психики, ни на уровне физиологии. Также и мышление не может быть на уровне элементарных частиц. Химические реакции не могут быть на уровне элементарных частиц. Но вопрос данности остается открытым. Что-то электрону дано, внутренне у него может нет ничего. Скажем, у клетки есть некие внутренние процессы. Даны они ей или не даны? Как они даны? То есть, если что-то произошло в одной части клетки, а в другой части клетки отреагировало, там что-то открылось какое-то, значит, мы можем говорить о неком сознании. Не, но картинки же нет. А вот в том-то и дело, что что это картинка? Это наш мир. Нет, просто как бы сейчас потихоньку спустили сознание с теми субъектами. У вас сухо-то, понятное дело, что можно говорить особенно об алтами, как о субъекте вашей терминологии, но отождесят субъекты сознания? Нет, 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 ни в коем случае нельзя. Но в данном случае я предлагаю не обсуждать саму позицию универсальности сознания, а именно я высказался по поводу того, что у Чалмерса и в целом у аналитической философии сознания огромнейшая проблема с терминологией. Что говоря о сознании, они тут же примешивают мышление, тут же примешивают психику, хотя и мышление, и психика – это некие… Крупнее было, так сделаю, как он должен, хотя бы головой. То есть ни в коем случае нельзя это смешивать. И говоря о сознании, нужно очень четко отделять, изначально четко отделять от функционирования субъекта человека, от его, как я называю, тел, от физического тела, от физического тела, от ментального тела. А сознание – это нечто сквозное и рядом лежащее среди, тела, на котором отражается деятельность всех этих тел. – Но, может быть, вся проблема только в том, что это же общие доступные лекции. Ведь там тент – это, по сути, статей… – Ну, это очень доступно, да. Нет, но это проблема у него и в книжках, и в статьях точно так же. Он перескакивает, так же перескакивает, говоря… Я просто даже выписки делал, зандрюк. Говоря о сознании, автоматом где-то мышления. То есть, вопрос, есть ли сознание у электрона? Он спрашивает, ну, это не в том смысле, что мышление. Мы не думаем, что у них мышление должно быть. Как можно было подумать, что у них мышление может быть? – Ну, на самом деле, сидят Олегом Павловичем и Горисовым, то они на том, что сознание, мышление… – Ну, большинство, большинство философов действительно в одну кучу все это валит. – Так ведь, смотрите, а я вот все свою линию немножко погну, да. – Ну, это мы как бы… Либо связать с этим, или отдельно. – Ну, вот я свяжу в том смысле, что все эти противоречия терминологий, да, и вся эта проблема, как мне кажется, упирается именно в то, чтобы отличать наше отношение, ну, или отношение вот этого загадочного субъекта, будь то человек или электрон, к тому, что ему дано, от того, что ему дано. То есть, если мы у нас… Вот это отношение к картинке или к чему-то входит в картинку, или как бы каким-то образом мы его можем добавить, вот, замкнуть, да, и считать как бы принадлежностью к миру, да, вот отношение к миру, если мы можем считать его принадлежащим миру, как к чему-то, что дано, то все, мы не сможем разобраться с этим. Вот, а моя мысль состоит в том, что как только мы говорим, что есть картинка, а есть отношение или нет, потому что электрон, в чем его отличие, он соотносится с окружающим, да, он как-то там взаимодействует со всем этим, но у него нет отношения к этому, в отличие от нас. Мы как бы относимся, и более того, мы относимся к своему отношению, что есть мышление, а у электрона действительно нет ни того, ни другого, но почему? Потому что мир ему да, но… Антон, я переформулирую, в смысле, твой ответ, что действительно на уровне физиологии у нас нет отношения, на уровне психологии у нас есть отношения, а на уровне мышления у нас есть отношения к этому отношению. Но это говорит лишь о том, что у электрона нет физиологии, психологии и мышления. Но это ни о чем не говорится. Физиология в таком смысле у него есть. Нет. Вот, есть, потому что у него нет физики. Физиология ничем не отличается от физики. Отличается все-таки, отличается. Чем? То есть, активное-реактивное отношение, все-таки есть некоторая разница. Ну, это с точки зрения марксизма. Нет, не марксизма. Это какой-то другой способ бытия. Я же еще четко говорил, что есть функционирование психики и явные результаты ее. Я чувствую радость, я чувствую страх, это результат действия психики, но не сама психика. Но они мне даны, сознание. Но сама психика мне полностью не дана, естественно. Если бы мы не мыслили, то есть, если бы мы не имели возможности отнестись к своему отношению, к своему настроению, допустим. Вот у нас есть картинка, мы по поводу нее чувствуем страх. Если бы мы не имели возможности отнестись к этому испугу, то есть, увидеть его как именно наши отношения, то мы бы и в воспоминании, как вы говорите, не вспомнили бы свой испуг. Почему? А животные? Они прекрасно вспоминают свой испуг. Они вспоминают не испуг, они вспоминают вещь как страшную. Это разные вещи. Нет, 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 нет. Это разные вещи, естественно. Это значит, что они как бы не видят... То есть, для них просто вот этот испуг, да, или вот эта страшность становится, ну, как некого рода посредник, как некий очки, да, через который они видят этот... Это говорит лишь о том, что у них нет мышления. Но это не говорит что-то о сознании. Скажем, есть уровень, на котором есть только физиологический... Нет, ну, видите, ну, мы же уже... Ну, мы уже рассловились, что мы сознанием называем... Вы говорите, каждый раз, когда вы говорите, нет сознания, имею в виду что? Нет картинка? Да, я имею в виду, вот, я стою, вот, в чарминском понимании сознания нет... В животных есть картинка? Перцептивное, значит, в чарминском понимании есть. Да, 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 вот в том понимании, которое мы сейчас обсуждаем. А Антон, когда дикает на другое... Нет, 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 мы говорим перцепти. А я дикаю на то, что, как бы, что у них, да, картинка-то есть, вот, но самое главное, что у них, как бы, чего нет, это вот отношение. Нет мышления, ну, все правильно, ну, что-то... Вот, а у электрона, в каком-то смысле, тоже есть картинка, да, чарминском справке, потому что, как бы, он взаимодействует со всем. Ему это все дано, ему даны все вот эти другие электроны. И дано его сложности. Но у него даже нет отношения к ним, какого-то дополнительного. Ну, конечно, нет. Вот. Нет, ну, здесь, опять же, мы упираемся в терминологию. То есть, если есть отношение, сейчас есть сознание, нет отношения, нет сознания. Сознание, сознание, это вот уровень именно отношения. Вот это мышление, 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 да, в нашей терминологии. Это уже самосознание, когда мы осознаем именно наши отношения. Это правда. В чем проблема? Проблема состоит в том, что если мы условили, что картинка – это и есть сознание, то тогда мы не можем, на самом деле, обсуждать многое, что еще, где мы используем сознание. Вот, вот, вот. Какая-то непонятная. Вот, Влад, в том-то и дело. У нас проблема чисто терминологическая. У нас есть два понятия и одно слово на два понятия. Нет, просто никто картинку не называет сознанием. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Чарусь называет картинку сознания. Нет, Влад, ладно, хорошо. Влад, Влад, я согласен. Никто не называет эту картинку сознанием. Как ее называют? Перспективным, каким-нибудь там, может, восприятием, можете... Восприятие – это не то, да. В общем, восприятие. В общем, у Гиги это восприятие. Нет, сознание. Дано в сознании, не дано в сознании. Мыслю я, не мыслю, чувствую я, не чувствую. Есть у меня эмоций, нет у меня. А почему мне нравится картинка, например? А какие-то восприятия? Просто, видите, если мы говорим «картинка» как-то, мы сразу сильно привязываем это к человеку, да? Почему? Ну, потому что, ну, или к животному. Мы не можем сказать про картинку у электронов все-таки. По-хорошему можно говорить, что это вот, как у Хайдеггера, извиняюсь, прошу прощения, бытие в мире. Вот электрон существует в мире, и не существует в мире. Я предложил в прошлом году термин «умвельт». Умвельт, да, окружающий, да. Как же на самом деле термин, да. То есть у человека умвельт равно сознание. У электрона умвельт. Ну, не называем сознание, но называем умвельт. Это тот мир, в котором он существует. Он существует, каждый субъект существует в своем умвельте. Умвельте, которыми уданы то, что он различает. Наша, как бы, вот с Булатом, условно говоря. Нет, ну, нет. Вот наша мысль создает то, что самое интересное начинается, когда мы начинаем говорить о том, а как он соотносится с этим умвельт. Причем не как его часть, а как как бы что-то противостоящее ему. Потому что даже здесь, когда вот очертили вот это все вместе, вы сказали, что оно дано. И снова возникает противопоставление, снова как бы... Антон, ну, получается, что в итоге приходит человек, начинает говорить о некоторой теме, а Антон отвечает, нет, ты не говоришь о том, что я хочу выслушать. То есть ты заведомо уводишь в сторону. Я не хотел рассказывать о сознании вот о том, о том... Нет, это же дело. Дело в том, что есть какие-то уже наработанные проблемы. Да, есть. Собственно, Гегелем там. Да, есть. А вот есть, пожалуйста, антоническая философия и сознание. Получается, что как бы заменяя тень... Нет, просто, понимаете, мы согласились, мы фактически согласились чуть-чуть как бы подправить темиологию, мы готовы согласиться с Чемлицем, что всякое сущее существует в своем умвельт. Все. Мы как бы согласны. Вот, в принципе, сейчас узнаем, Игорь согласен ли. Вот. Да, да. Под проколом согласились. Проблема в понятии другого. Просто есть как бы другая проблема. Другая, другая. Которая существеннее, чем эта проблема. Нет, просто, видите, он же как бы косвенным образом, он затрагивает критерии различия электрона и человека, там, муравья и человека, вот муравья вы тогда вспоминали. То есть, он спрашивает об этом, да, и говорит при этом какие-то вещи с нашей точки зрения, не имеющие отношения к делу вот этого различия. То есть, различие пролегает в другом месте. Именно поэтому мы про него вспоминаем снова, снова и снова. Потому что нам кажется, что оно пролегает в другом месте. А разговор про этот умвельт... Ну, в общем, в сухом осадке, что мне хотелось бы сказать? Что панк-психизмом, вот это называть нельзя. Нельзя. А то, о чем рассказывал Чармис, это не панк-психизм. Потому что нельзя наделять мышлением, психикой то, что не содержит достаточной сложности. Но обсуждать данность любой сущности, данность мира, которая отличается от данности, скажем, электрона и нейтрона, у них разные миры, у них разных миров, это обсуждать нужно. И в этом, наверное, следует усмотреть вот то, что Чармис называл сознанием, мы не согласны, мы называем умвельт, что умвельт – это некое действительно универсальное представление, что мир любой сущности дан в виде умвельта, а не в виде самого себя. Нет такого мира, как сам по себе. Ну, с этим, наверное, можно согласиться, да. Ну, тоже, видите, какая странность. Да, это же предельное физическое осуждение. Оно, ну, как сказать, оно того же уровня абстракции, что какая-нибудь канторская… Ну, да, но философия… …канторский анализ, да. Мне что, не придешь говорить, что это наука? Да, и мне просто странно всегда и никогда не хватает сил разобраться, в чем претензии аналитиков к предшествующей традиции. Потому что они, конечно, немного прикидываются, что они первые философы на белом свете. Ну, вообще говоря, у них есть работы, там, соотносящиеся, там, с Декартом, с Кантом, после которых они говорят, что вот, мы посмотрели, мы нашли неустранимые недостатки, там, у Декарта, мы опровергли Декарта, и поэтому мы вынуждены строить новую теорию. Вот, конечно, самое было бы, вернее, интересно посмотреть, как они все-таки опровергают, там, Декарта, Декарта, неважно кого. Ну, никак. То есть я столько пытался выяснить, смотреть, ну, мало того, что не опровергают, ничего позитивного не предлагают. То есть что вот позитивно предлагает Чалмерс, это вот то, что сознание у нас универсальное и фундаментальное. А это значит ничего... Ну, по поводу позитивной программы, кстати, то, что это было, сейчас не вспомню детали, но тоже есть такой известный исследователь, Евгений Борисов, он сейчас в Томске, по-моему, чуть ли не декан факультета стал. Он раньше занимался Хайдеггером и вообще всей этой немецкой феноменологией, а потом устал и перешел в стан вот этих вот американских воздухов сознания, натуралистов таких. И он как-то делал доклад о том, что вот, дескать, у Канта там есть претензия на объяснение сознания, но претензия несостоятельная, поэтому давайте посмотрим там на вот этого кого там, Дэвидсон, я не знаю, не помню. Тут идет... Подожди, и я как бы прослушал доклад, я говорю потом, ну вот хорошо, Женя, ты говоришь, что у Канта теория, так сказать, оказалась не выдерживающей критики, потому что она обещает слишком многое, вот, поэтому давайте перейдем на теорию Дэвидсона. А теория Дэвидсона, говорю я, по-моему, тоже ничего не объясняет. Нет, наоборот, говоришь, ничего не может объяснить. Да, ничего не может объяснить. Так в чем же прибыток-то, да? То есть от той бы теории отказались, потому что она что-то нам не может объяснить, а это, а он говорит, а это ничего и не обещает объяснить. Вот, вот, да. Я говорю, какой смысл менять шило на мыло, собственно? Откуда такие суждения, что Канту такую... Что в американце везде господствует, чтобы англоязычная литература была самочитаемая, чтобы все разговаривали на английской музыке, как там все хорошо, чтобы все было вытеснено. Очень умно. В свое время Гегель, по поводу того, что сказал. Я презираю Лока. Это было сказано просто кратко и сразу понятно. Они обиделись. Если посмотреть эту историю философии Рассела, у него там Локу посвящено, ну, не знаю, там может 200 страниц, а Гегелю посвящено там, может быть, 10. Ну, у Рассела свои прилицеты, да. Да это все понятно, просто это специфическая нация, специфическая. Они распространяют свои, условно говоря, там... Ну, Гегель сильно сказал, да. Я презираю Лока. Да, это достаточно. Сразу все ясно. Просто сразу расставил как бы все акценты. Ну, давайте я, чтобы закончить, я зачитаю последний обзор. Это я вчера статью написал. И так, чтобы корректно обсуждать проблему сознания, надо изначально и строго отделить ее от вопросов, касающихся психики мышления живых организмов. С одной стороны, перед нами организменные системы, психическая и когнитивная, однозначно разделяемые друг от друга по результатам их функционирования. А с другой, данность этих результатов, чувств, мыслей, в сознании наравне с другими объектами перцептивной картинки. То есть, ставя проблему универсальности сознания, надо обсуждать универсальность именно этой данности, а не наличие психических и объективных систем в сложных биологических организмах, в бактериях, элементарных частицах. Проблему универсальности сознания должна формулироваться в виде вопроса, дан ли мир и собственное функционирование таким объектам, как электрон и микроб. Как даны человеку мир и результаты его деятельности, психики и мышления. Можно ли эту данность, если она есть, назвать сознанием. А задавать вопрос, есть ли мышление у амебы, так же нелепо, как спрашивать, а протекают ли в электроне химические реакции. Ну, в целом, да. Единственное, что у меня, вот, как бы, с легкой оттенциальной сомнения, я понимаю твой общий заход, Александр, что тут следует более аккуратно пользоваться терминологией, более четко, а не валить вот все действительно в кучу. там теперь и филинг, и филинг, и все это, как бы, вот... Тем более, и английский язык очень на это провоцирует. Да, это там, да. Только ментальное, они путаются вот сходу. Вот, и это, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, вот мне, как человеку, занимавшемуся историей философии, есть такое эмпирическое, простите, наблюдение. Вот, у сколь-нибудь значимого философа, крупного философа, нет терминологически выдержанного текста. Потому что нет ни одного философа, более-менее крупного, у которого текст был выдержан в отношении... У Гегеля получше, чем у Канта. Практически я прочесывал по многим понятиям, по многим терминам, и практически не нашел согласований. Ну, Гегеля, прозит, конечно. Отдельная история, да, он такой... Ну, если брать логику. Особенный случай. Ну, окей, да, может быть. Потому что у Канта, да, сплошь и рядом. Вот, там кого-нибудь не ткнило, называется. Нет, нормально же. Ну, в принципе, нормально, да. Да, и это, собственно, нормально. Ты понимаешь, что тогда ты критикуешь Челнеса как раз за то, что дело обычное. Дин Атушевский, он не говорил об этом. То есть, конкретно. То есть, я вижу здесь чисто логическую ошибку. Когда человек распространяет свое понимание сознания куда-то вниз по эволюционной ветви, к амёбе, да, но вместо него подставляет психику и мышление. Почему? Ну, нет, вот это, конечно, предельно странные штуки. Это я даже никак не могу понять. То есть, либо ты называй сознанием действительно психику всю, и тогда говори о пантехизме. Либо, если ты называешь перцептивную картинку, вот этот муви, который, фильм, который прокручивается, тогда и говори о нем. Ну, мне кажется, ты хочешь сказать, Игорь, что проблема как бы не столько в области там невыверенности терминологии, сколько может быть в другом чем-то, да? Нет, я как раз... Оглядности применения. Не очень, да, не очень понятно, потому что это может быть просто некоторая вот расхлябанность языка, которая... Необходимо для... И в области науки должна заниматься тем, что расхлябанность языка как бы как... Уменьшать, да, и более строго... Ну, вот проблемы с философией в том, что она как бы, ну, никак не наука. Это понятно. Другое дело, что, может быть, это, как бы, меньше всего мое замечание относится к аналитической традиции. А они должны... Да. Зато! Да, они же на флаг взяли то, что они новая схоластика. Все это вам не шутки, вот, прибаутки. Это строгая, школьная, в лучшем смысле этого слова, философия. И вот тут, конечно, да. Тут все выглядит тогда странно. Где тогда ваша строгость? Это не очень нет. Вот. Ну, повторюсь. Для меня тут больше, как бы, странных и слепых таких пятен во всей этой истории. Ну, слишком уже это какая-то другая для меня вселенная. Тут она. Ну, мне кажется, она слишком наивная, и все проблемы просто какие-то у нас. И то, что странные, а просто поставленные. Они же сами говорят, что философия является эффектом языка, да. Употребление, ну, не все, используя некоторых возможностей языка. Да, не все стоят на этой точки зрения. Разная аналитическая философия. Потому что у них, судя по всему, все проблемы именно так и возникли. Все проблемы связаны с тем, что вот язык они... Это аналитическая философия языка, это все-таки где-то середина 20 века, она закончилась, а сейчас... Постпозитивизм критикует философию, в принципе. Они говорят, что философии нет содержания, да, философия это... Ну, так это постпозитивизм... Все эти версии позитивизма давно вымерли, понимаешь? Потому что они обнаружили свою собственную тупику. Это вот нечто вроде этого проекта... Слушай, я опять забыл, вот этот вымышленный коллективный математик... Бурбаки. Бурбаки, да. Вот у них тоже был же такой изначальный проект, что мы можем формализовать всю математику. И геометрия эта ваша будет нафиг никому не нужна. По-моему, Гильберта была еще одна из задач Гильберта. И чем это закончилось? Тем, что как бы сам проект захлебнулся. То есть оказалось, что это невозможно. Так и тут. Да, они, конечно, вот все эти позитивисты предприняли схожие моменты. Да давайте формализуем язык и решим все проблемы. Казалось, что-то высовало. Вот, это просто невозможно. Поэтому они давно вымерли. Но это же не противоречит тому, что философия есть эффект, когда языкового употребления. Ну, если мы не можем это доказать, не можем это проверить, это же... Может быть, это действительно так? Вот у нас есть какие-то возможности языка, которые невозможно поранализовать. Может, как угодно. Мы же удерживаем смыслы все-таки. Ну, мы же удерживаем. Почему мы всякий раз против... Каким мы смыслом удерживаем? Мы постоянно каждый раз скатываемся к терминологии. Не-не-не-не-не-не. Да, потому что всякий раз, как бы, на самом деле, и мы видим, да, Александр удерживает свой смысл и как бы одно представление, а мы удерживаем другое. И мы, как бы, мы же не с каких-то разных позиций против вот этой аналитической философии выступаем. Мы с одних и тех же позиций одно и то же пытаемся, как бы, то, что нам интересно, как выражается Александр, донести. Поэтому я не вижу здесь проблемы языка так больше. Ну, пока я меня в таком большой проблеме языка не вижу. Есть всякие практические затруднения, это да. Но это не видится какой-то глобальной проблемой.